Добрый день, друзья! На связи Мастерская. И сегодня хочу вашему вниманию предоставить свое видение того, каким должен быть минимальный набор резчика по дереву. Сразу хочу сделать оговорку, что это мое представление, мое видение. И у каждого мастера этот набор будет свой, индивидуальный, в силу его предпочтений, возможно, заблуждений. Но, скорее всего, в силу его техники исполнения резьбы. То есть, как он режет, как он привык, где он обучался, все это влияет на выбор набора. Друзья, приятного просмотра! Самый основной инструмент, который у меня есть, который у меня пользует чаще всего, это Богородский ножик. Естественно, традиционный Богородский ножик с липовой ручкой, из технического полотна по металлу. Я им пользуюсь очень часто. Он меня заменяет другие, более важные, на чей-то взгляд, стамески. Например, плоская стамеска. Вот я ее, на всякий случай, положил в набор, но я ее практически не пользуюсь. То есть, у меня вообще она одна. У меня есть железки, но не насаженные. И насаженная, вот она у меня, только одна, эта плоская стамеска. Я ей практически не пользуюсь. Ширина полтора сантиметра, 15 миллиметров ровно. Она должна быть, конечно, в наборе. Иногда она пригождается, но не часто. Это не самая основная стамеска. Основные работы я делаю богородским ножом. Даже если мне нужно сделать прямую линию. То есть, я беру заготовку и делаю прямую линию. Все. Для этого мне достаточно одного богородского ножика. Дальше сразу хочу показать свои любимые стамески, которыми я пользуюсь чаще всего. Это плоские радиусы. То есть, минимальная выборка у них. Не плоская стамеска, а минимальная выборка внутри. Вот они в маленьком варианте, в среднем и в большом. Вот эта стамеска, она у меня вышла из оборота, я ее показывал. Но я ее полосил в этот набор, потому что она здесь должна быть. Это самая необходимая, на мой взгляд, стамеска. Вот она, да, где-то 15 миллиметров. И минимальный радиус выборки. То есть, сзади, в этой части, буквально там, не знаю, может быть, вот такой, да. В целом круг, если продлить, да, он, скорее всего, вот такой получится. Самая маленькая, точно такая же. Средняя. Побольше. Ну и такая тоже мне часто. Почему они мне нужны? Для того, чтобы ровнять плоскости. То есть, мне нужно вот здесь вот сделать эту плоскость. Я не делаю классическими богородскими фасочками, ножиком. А беру эту стамеску, так ее использую. И у меня получается ровная такая, чуть-чуть слегка выпуклая плоскость. Все, вот ее радиус. Получается 6 сантиметров, 60 миллиметров она. Я сразу хочу оговориться, что этот данный набор, он не подходит для больших скульптур. То есть, для скульптур нужны большие лопаты. Вот, от этой стамески и выше. И, соответственно, ручки по рукой все такие, лопаты балопатистей. Вот, это что касается плоских стамесок. Вот так. Это одни из самых ходовых моих стамесок. И, возможно, кстати, резчики там других каких-то специальных училищ, у них будет абсолютно другое мнение по поводу этих плоских стамесок. Но для меня это самые важные стамески. И также, вот, почти не совсем плоская, да, уже какие-то полурадиусы. Это вот такая стамесочка. Это одна из самых ходовых моих стамесок. Вообще, у меня была немножечко, наверное, поменьше радиусом. Вот, нам пол, может быть, сантиметра. Она была более ходовой. А вот эта такая, средняя. Я просто хотел повторить ту стамеску. Она у меня вышла из оборота. Мягкая стала. И что-то похожее искал. Вот, нашел такой же радиус, но чуть больше. И вот, разница там в полсантиметра, и всё. Она уже у меня вдвое меньше используется. И, к сожалению, у меня той нет. Я постоянно рефлексирую. Я до сих пор хочу её взять, ту стамеску. Где-то вижу её, где нужно ей резнуть. Но у меня её нет под рукой. И мне это доставляет дискомфорт. Дальше, наверное, для меня самая важная стамеска для резчика, как я считаю, для любого резчика, это уголок. Да, я знаю, что будут какие-то споры на эту тему. Возможно, просто даже скажу, что они не используют некоторые резчики этих уголков. Но, друзья, это скорость. Уголок – это скорость. Он позволяет ту же византику делать в полтора раза быстрее. И, кстати, готов доказать это на практике, если предоставится такой случай. Я его затачиваю особым способом. То есть, относительно оси стамески, относительно края стамески. Вот таким образом я стачиваю. То есть, не ровно затачиваю. Не дай бог не вот так, а именно в эту сторону. Чтобы стамеска захватывала верхнюю часть. Сначала верхние волокна, а потом нижние. Для того, чтобы это не скалывалось. Можно попробовать, что я имею в виду. То есть, она будет резать во всех направлениях и не будет ни одного скола. То есть, если заточить другим способом эту стамеску, то, естественно, такого результата вы не добьетесь. Вот. Видите, здесь нет практически сколов. Единственное, вот момент такие заезды – это просто, когда немножко глубже стамеску опускал. Всё. Итак, уголок – это самая важная стамеска для того, чтобы резать быстро. Снимать напряжение и прочие мелочи, детали. Дальше. Также вот самые ходовые, вот эти самодельные все стамесочки мои с трубочек. Это то, чем я практически всё время пользуюсь. Из всего многообразия радиусов и размеров, вот именно вот этот набор для меня представляется самым актуальным. Это также вот плоская стамесочка. Практически плоская, с минимальным выборком, выборкой. Дальше вот. Такого радиуса. Более такая закруглая, то есть полуобъёмная такая стамесочка. Чуть побольше от предыдущих. И радиус тоже такой побольше. Такого же размера, но с большим радиусом. Дальше. Вот сначала я возьму самую плоскую из этих. Они, в принципе, по ширине практически одинаковые, все вот эти три стамески. Но различаются по радиусу. Вот эта самая плоская из них. Тем не менее, это не этот радиус. Вот эта самая плоская из всех, которые могут быть у меня. Вот это вот такого радиуса. Дальше идёт чуть большего радиуса. И вот такой мы завершаем набор этих стамесок. Вот, друзья, на первый взгляд, кажется, что вот эти все стамески, они практически одинаковые. В принципе, это так и есть. Но на работе это очень сильно сказывается. Вот эта разница. Где-то хочется взять именно эту стамеску, а где-то хочется именно этой поработать. И не то, что хочется, а обстоятельства диктует взять именно эту или эту стамеску. И это очень чётко. И, допустим, если одной из них у меня не будет на момент работы, то я буду испытывать дискомфорт практически гарантированно. Вот что касается вот этих радиусов. А вот эта тоже, наверное, сюда относится. Но она менее, я её сюда положил, потому что мне понравилась ручка, которую я сделал. Это, наверное, пятое поколение ручек, которых я делал. И, наверное, самая удачная, на мой взгляд, конфигурация ручки. То есть толщины, ну, всех пропорций. Ну, и, соответственно, и внешний эстетический вид мне более всего нравится именно у этой ручки. И в дальнейшем я планирую делать именно эту модель ручек. Относительно не дерева, а именно относительно формы. Но, тем не менее, тоже эта стамеска хорошо пригождается. Также вот я разделяю стамески по толщине лезвия. Я их обязательно, некоторые стачиваю больше, некоторые меньше. Вот, например, я сделал для образца совсем тоненькую такую стамесочку с минимальным радиусом. Почти плоскую. Она даже гнется, она выгибается. Но для некоторых вещей где-то, допустим, византика, где-то надо торцевать глубоко. Она заходит в уголки и не заминает их. То есть она настолько тонкая, что она не заминает уголки. Тем не менее, видите, ей можно пользоваться. Не боясь, что она сломается. Дальше, давайте приступим ближе к Богородским каким-то таким стамескам, которые нужны для того, чтобы задолбить форму. Это вот эти. Ну, по сути, для того, чтобы задолбить форму, достаточно вот двух вот этих стамесок. И, возможно, еще вот две вот эти я использую. Вот эта большая, чтобы долбить большие формы, большие площади снимать, объемы. Вот это более маленькие объемы снимать. Для меня этих стамесок более чем достаточно. Да, у меня есть железка там и больше их гораздо, и, в принципе, сделанная есть, но я ими редко пользуюсь. Вот это два радиуса самых моих ходовых Богородских стамесок. Ну, как Богородских, все-таки ручки здесь не Богородские, а вот эта ручка мне вообще не нравится, ее бы надо заменить. Вот эта стамеска у меня служит. То есть я ее побольше затачиваю по завалести, и она у меня служит для того, чтобы подрезать донышки, торцы, чтобы не портить основные стамески. То есть заточки в стамеске. Также я затачиваю для торцов отдельно. Вот она. Вот эти как дополнение, там где-то еще, возможно, мелко подзадолбить. Это вишенки из Богородского мне друг подарил. Причем с ихними ручками, с классическими. В смысле, Богородцы делали. Да, только единственное, что она была палачная, мне пришлось ее сошкурить. Ну, также вот эти две стамески в ходу у меня. Вот таких радиусов. То есть вот этих вот радиусов мне более чем достаточно для того, чтобы резать Богородскую ручку. Дальше еще по Богородской резьбе вот эти стамески. Также они необходимы для того, чтобы ее завершать, заканчивать, уписывать. То есть, что называется. Это крутые стамесочки. Они используются для завершения доводки, какие-то декоративные элементы. Травку где-то добавить, вот где-то глазки подрезать. Такие радиусы, они незаменимые. Ну, и совсем маленькая вот. Вот такие радиусы. Ну, вот, грубо говоря, 25-30 стамесок грамотно подобранных будет более чем достаточно для того, чтобы вырезать из дерева. Но, опять же, повторю, если вы начинающий речек, то вам придется методом тыка, поиска своих стамесок перелопать, этих 100-200, может быть, прежде чем у вас выработается этот набор. В данном видео есть ощущение, что где-то тут подвох. Что-то, возможно, как будто мало стамесок или чего-то не хватает. Но нет, друзья, вот эти стамески, которые здесь лежат, вот эти радиусы, этого действительно более чем достаточно для того, чтобы решать самые серьезные задачи в резьбе. Плоский рельеф, барокко, рококо, богородская скульптура. Все это делается. И этих стамесок более чем достаточно. Единственное, что, повторяю, это, чтобы найти эти радиусы свои, для этого действительно нужно будет потратить не один год, может быть, даже 10 лет, и перелопатить, может быть, не одну сотню стамесок, а две или три даже. Потому что здесь вот приставлены, естественно, не все мои стамески. И нет смысла выкладывать их все, потому что они, наверное, необязательны. Вот, например, вот эти две стамески, которые я уже показывал в прошлый раз, они совершенно необязательны в наборе резьбе, но для меня они предоставляют ценность какую-то в определенные моменты. То есть в какой-то момент я просто вспоминаю, что у меня есть такая стамеска именно для этого места, которое я там вижу. Я не рефлексирую. Если бы у меня их не было, я бы как-то и, может быть, и ладно, нету, и нету. Но иногда прям очень удобно подлезть. Вот сейчас, наверное, принесу работу и покажу, где бы я применил эту стамеску. Вот, например, такая каменная структура. Вот здесь места есть, некоторые углубления. Здесь-то еще, ладно, бывает еще глубже. Вот, например, такое место. Да, я понимаю, можно это сделать Богородским ножиком, но особенность этого Богородского ножика в заточке, в выборе угла вот этого, с точки, от этого зависит очень много. Его характеристики этого ножика зависят от вот этого скоса. И, соответственно, делать как можно больше этот скос, чтобы его качества были более высокими. Но тогда у тебя один минус. Вот эти углы. Просто будет этот кончик там оставаться внутри. Если ты начнешь делать его неаккуратно, малейшая неосторожность и кончик отломается. Соответственно, этих кончиков отламывается за жизнь резчика очень много и ножик, соответственно, уменьшается и приходится делать новый. Вот этот угол очень удобно выбирать такой вот слегка выбранным косяком. Очень удобно. Кто-то скажет, что это можно сделать косяком. Да, можно сделать косяком, но мне таким косяком больше нравится. Таким вот, с вывертом немножечко. Косячок. Всем, друзья, спасибо, кто досмотрел, кому эта информация оказалась полезной. Следующее видео я уже буду делать о резьбе. Я давно монтирую одно видео. Там 12 часов материала отснятого и очень тяжело это все смонтировать, пока оно у меня в производстве. Ну и, может быть, что-то еще вырежу. Также были запросы по поводу заточки стамесок, по поводу копира, сделать обзор. Ну, такие вот моменты. Это все со временем, я думаю, сделаем. Друзья, не будем спешить, как говорится. В описании я вставил адрес своей почты электронной. Страницу ВКонтакте. Также я добавлю для обратной связи. Также я добавлю ссылку на группу ВКонтакте. Эта группа, два года назад мы ее сделали, по-моему, но не смогли продвинуть. А сейчас с вашей помощью, друзья, надеюсь, может быть, ее немножко двинем. Мы ее немножко забросили, но, возможно, потихонечку оживим и будем там общаться. Все, друзья, всем добра, всем удачи, всем успехов. Спасибо.